Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Марка. Это первые 11 стихов 11 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Звучит песня. Звучит песня. И доста же и обритоста жребя привязано при дверях вне на распутии и отрешистое. И нецы, стоящих ту глаголоху има, что деята отрешающа жребя, она жреста им, якожи заповеда има Иисус и оставиша я. И приведоста жребяка Иисусови возложиша на ней ризы своя и вседи на ней, мнозишь и ризы своя послаша по пути, друзи и живае резаху от древия и по стелаху по пути. И предходящий и вслед грядущий в опияху глаголюще. О, Санна, благословен гряды во имя Господне, благословено грядущее царство во имя Господне, отца нашего Давида, О, Санна, Вышних. И в нить его Иерусалим Иисус, и в церковь, и, соглядався, поздя уже сущу часу, и зиди в Вифанию собема на десяте. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Илеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «О Санна, благословен грядущий во имя Господня!» Благословенно грядущие во имя Господа Царства Отца нашего Давида! «О Санна, вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Сегодня Святая Церковь предлагает нам, дорогие братья и сестры, вспомнить историю входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, описанная Евангелистом Марком. Это событие последних дней земной жизни Спасителя. Господь не раз бывал в Иерусалиме во время своего общественного служения и проповеди Царствия Божьего. Он приходил в храм на все праздники Пасхи, но эта Пасха станет для Него последней перед крестной смертью и воскресением. «Когда приблизились к Иерусалиму и в Вифагии и к Вифании, горе Илеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». Очень может быть, что Вифагия значит «дом смокв», а Вифания – «дом фиников». Они, должно быть, находились совсем рядом, потому что нам известно, что Вифагия лежала в пределах субботнего пути от Иерусалима, то есть около одного километра, а Вифания была одним из признанных мест ночевки паломников во время Пасхи, когда Иерусалим был переполнен. Господь отправляет двух учеников, имена которых нам, к сожалению, неизвестны, за молодым ослом, на котором он собирался торжественно войти в Иерусалим. Блаженный Феофилакт замечает, что Господь воссел на осла не по какой-либо другой нужде, а единственно для того, чтобы исполнить пророчество и вместе, чтобы показать нам, как скромно нужно ездить, ибо он ехал не на лошади, а скромно на осленке. Стоит отметить, что на Востоке осел не вызывал такого презрения, которое встречается в европейской литературе. Напротив, он считался благородным животным. Восточные правители на конях отправлялись на войну, тогда как в мирное время передвигались на ослах. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «О, Санна, благословен грядущий во имя Господня!» Описанная картина напоминает вхождение Симона Маковея в Иерусалим после разгрома врагов Израиля. «И вошел в нее в 23 день 2 месяца 171 года с словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля». Мы видим, что люди встречали Иисуса Христа как победителя, но абсолютно не понимая, какой победы Он хотел своему народу. Люди ждали от Него освобождения от владычества Рима, Он же желал дать всем освобождение от греха. В сегодняшнем тексте встречается еврейское слово «О, Санна». Его не всегда понимают правильно, переводя зачастую как «хвала». Во второй и четвертой книгах царств это слово употреблено людьми, которые искали помощи и защиты у царя. Таким образом, мы видим, что кричавшие «О, Санна!» не славили Христа, как это часто преподносится. Они взывали к Богу, чтобы Он вмешался в ход истории и даровал спасение своему народу через потомка царя Давида. Господь, дорогие братья и сестры, входит в Иерусалим на молодом осле, обращает на Себя особое внимание как Своих последователей, так и врагов. Он входит в Иерусалим, являя Себя Мессией, спасителем человечества. Но иудеи ожидали от Него не духовного богатства, а земного. Как часто мы возлагаем на Бога надежды о земном благополучии, забывая, что царства Его не от мира сего. Им, разочаровываясь, распинаем Христа в Своем сердце, предавая веру в Него. Господь же готов щедро наделять нас богатством духовным. От нас требуется лишь желание принимать благодать Божию в Своё сердце, очищая Его непрестанными трудами. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи!